Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал и присоединяйтесь к Telegram-чату. Ссылка в описании. В Тане продолжается сбор вещей. И вот она теперь стала собирать вещи в спальне. В своей сборе спальни. Но она, конечно, не столько вещи собирала больше, чем половину влога, сколько книги. И вот она показывала, какие книги у них есть, как они распределены по категориям, ну и так далее. И говорит, мол, и днём Таня читает детям книги, и на ночь Таня читает детям книги. Напишите в комментариях, пожалуйста, верите ли вы в эту сказку. Я, например, в это абсолютно не верю. Какие-то там головоломки есть. Думаю, а кто занимается с детьми? Ну нельзя же просто дать книгу с этими самыми головоломками, ребёнку сказать, на, решай головоломки. Надо с ним рядом сесть, разобраться, что к чему. По крайней мере, хотя бы один-два раза посидеть вместе с ним, показать, как решаются эти головоломки. И только потом уже ребёнок, возможно, будет сам заниматься. А так, не знаю я, кто занимается с детьми, конечно. Конечно, комиксы есть, серии книг каких-то для старшего школьного возраста, для младшего школьного возраста, для среднего школьного возраста. В общем, книги детские для всех возрастов. Но только вот почему-то все эти детские книги, головоломки, какие-то энциклопедии Таня говорит. Кстати говоря, какую-то часть энциклопедии Таня выбросила, представляете? Хотя я в это с трудом верю. Скорее всего, Таня продала эти энциклопедии. Вряд ли подарила, хотя грозилась она даже подарить что-то. Ну, я не верю в это, конечно. Будет всё продавать. Так вот, все эти детские книги, головоломки, энциклопедии, конечно же, находятся в комнате Таней и Бори. Почему не в детской комнате? Почему нельзя было вместо каких-то абсолютно ненужных вешалок для одежды или каких-то сушилок в комнате детей, в комнате мальчишек установить тот самый книжный шкаф, который в комнате Тани и Бори? Ведь в большинстве своём там только детская литература. Да, там была ещё какая-то Библия, кстати говоря, детская, да, и взрослая. И какая-то серия книг, женские романы какие-то. Кстати говоря, по словам Тани, женские романы читает она и Аня. Ага, Аня читает. В тот случай, Аня я вообще забыла, когда в последний раз книгу в руки брала. Но, видите, Таня хотя бы упоминать об Ане стала уже хорошо. Ну и Таня назвала, какие именно романы женские есть, в том числе и Джейн Эйр. И, к моему удивлению, Таня правильно произнесла название этого произведения. То есть имя и фамилию главной героини. А до сих пор у неё Джейн Эйр была Джанер. Да, как-то так. А сейчас ты подумай-ка, а что случилось с Таней? Наверное, комментарием начиталась. Ну или обзоры посмотрела. Всё-таки обзорный канал – полезный канал. Комментарии на обзорном канале – полезный комментарий. И вот Боря с детьми читает, со старшими детьми, Библию для взрослых. А Таня с маленькими детьми занимается тем, что читает им Библию для детей. Представляете? Думаю, когда Таня всё успевает? И читать им книги, какую-то художественную литературу. И детскую Библию читать. Да ещё, вы представляете, ещё стихи с ними учат. Вообще не знаю, Таня, когда она отдыхать будет. Вообще не представляю. Столько забот, столько хлопот. Но да, она ведь на семейном образовании детей должна как-то обучать. Вот она и обучает. До четвёртого класса, говорит Таня, детки учат стихи чуть ли не ежедневно, издают ей эти самые стихи. Память развивает у детей. Но что-то, вы знаете, я до сих пор не видела, чтобы дети прям вот сдавали стихи чуть ли не ежедневно. Да, было дело, как-то Таня нам показывала вроде как. Кто-то там какой-то стишок рассказывал. Но так, чтобы это было систематически, конечно, этого нет. Но Таня всегда готова приукрасить действительность. И что тогда получается? Вот проснулись дети, стали учить стишок с Таней. Кое-как к обеду вроде бы выучили стихотворение, рассказали его. И принялась Таня читать детям днём какую-то художественную литературу, какие-то там сказки, рассказы детские. Потом быстренько, видимо, пошла на кухню, что-то приготовить детям, поесть. Так я себе мыслю, да, вот распорядок дня Тани. Потом вернулась к детям, головоломками с ними позанималась. Глядишь, уже и вечер. И пора спать ложиться. И вот на начитание детям снова читает книжки. Представляете? Ни сна, ни отдыха у Тани. Только детьми и занимается. Живёт ради детей, всё для детей делает. И тут, вы знаете, в комнату заходит Максимка и ложится на кровать Танину и Борину. Ложится, ручки так раскинул, говорит, всё, я устал. Думаю, так это ведь точное поведение Тани. Он просто копирует поведение взрослых. Думаю, неужели Таня так упахивается с детьми, что прямо так вот ложится и говорит, всё, я устала. Бедная Таня. Вообще себя не ценит. Но я так думаю, что Таня всё-таки устает от безделья в основной своей массе. Да, сейчас она слегка занимается домом. Да, сейчас у них переезд. Поэтому Таня пакует всё по коробкам, скотчем перематывает то, что можно перемотать тем скотчем. В общем, сейчас Таня при деле. А в любой другой день, когда вот у них нет никаких стрессов, никаких переездов. Чем занимается Таня? Действительно непонятно, от чего вдруг она так сильно может уставать. Поэтому я думаю, что вот сейчас Таня устает, да. И именно вот это вот поведение, нынешнее поведение Тани, Максим, нам продемонстрировала. Ну а Таня смотрит на Максима и говорит, вот Максим искренне верит в то, что он устал. Вот, Таня, если ты вот так же себя ведёшь не только сейчас, да, вот прям вот ложишься на диван без сил, или на кровать без сил, я устала, но и любые другие дни до переезда, которые были у тебя, да, спокойные дни, то да, ты тогда действительно сама искренне верила в то, что ты устала. Главное самой поверить, а там, глядишь, и других можно убедить в этом. Остались нераспакованными книги ещё со времён переезда из Горохова про то, как обрабатывать огород. В общем, всё про огород, всё про садоводство и так далее. Ну да, действительно, Таня говорит, у нас от огорода не было, поэтому эти книги нам не пригодились. И вот я думаю, сейчас нам повезёт эти книги в этот дом под лесом. А огород у них, кстати говоря, будет или нет? Хотя бы небольшой клочок земли они могут выделить под огород? Или там неплодородная земля, придётся завести землю плодородную хотя бы немного, чтобы хотя бы зелень какую-то выращивать, какую-то петрушку, какой-то лук, какой-то укроп, щавельную и так далее, хоть что-то. Где-то, возможно, морковку можно будет посеять, где-то, возможно, можно будет свёклу посеять. Хотя, вы знаете, я не уверена в том, что Бровченко буду заморачиваться огородом. Вообще не уверена. Поэтому, я думаю, эта коробка так и будет нераспакованной продолжать лежать у них где-нибудь в шкафу. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в принципе, всю эту информацию, даже вот уже обновлённую какую-то, да, приближенную к современным реалиям, можно отыскать в интернете. Как что выращивать, всё про огород и так далее. Так что, да, я думаю, в принципе, эта коробка так распакована и не будет. Вот, зашла Таня на кухню, там Максимка, Саша и Боря маленький едят, как Таня сказала, бутерброда. Но почему-то я не заметила бутерброда у детей. Перед Максимом была какая-то пиолушка, перед Борей-младшим тоже была какая-то пиолушка. Перед Сашей вообще ничего не было. Что-то дети ели, но что, непонятно. И не все ели. Саша вообще сказал, что он ел в лагере. Думаю, нормально. Всё, наелся на всю жизнь в том лагере. Или, может быть, Саша имеет в виду, что он борщ ел в лагере. Потому что Таня сказала, вот я борщ недавно готовила. Ну, всё, хватит, думаю. Один раз приготовила и достаточно. Может быть, Саша имеет в виду борщ, что он борщ в лагере ел. А может, он, в принципе, имел в виду то, что он в лагере ел, и всё, и хватит. Наелся. Какой-то кошмар. Почему не приготовить никакую еду? Видит же Таня, что дети голодные. Нет, готовить она не будет. Потому как жарко, говорит. Дети не хотят есть. Ну да, дети у тебя никогда не хотят есть. Только ты вечно голодная. И зимой, и летом, и осенью, и весной. И время года для тебя вообще не играет никакой роли. А дети что? Дети перебьются. Ведь все мы помним прекрасно то, что Боря Станей детям внушали чуть ли не из самого-самого нежного возраста. Мол, мама с папой большие, поэтому им надо есть больше. А вы маленькие, поэтому вам надо есть. Ну, дети хором говорили меньше. Вот так. Это, конечно, какой-то ужас. Ну, а Боря Старший говорит, сегодня праздник. Сегодня день рождения у Танечки. Думаю, ничего себе сегодня. У Танечки день рождения 27 июня. А я обзор записываю 16 июля. То есть, ну, плюс-минус месяц прошел. Почти месяц, да? И нормально так у них влоги опаздывают? Ну, я не знаю. По-моему, даже для Бровченко это перебор. И уж тем более день рождения Тани, это, по-моему, вообще святое. Ну, и этот праздник, я так понимаю, Бровченко перенесли. А когда отмечать они его будут, вообще неизвестно. Таня говорила о том, что они совместят ее день рождения и их отдых. Ну, не знаю, когда они поедут отдыхать. Хотя, возможно, они вот сейчас уже на отдыхе. А, как правильно предположили в телеграм-чате, кормят нас консервами. Своими видеоконсервами. Все может быть. И вот Боря три розы Тани должен презентовать, по идее. Да, потому как нам он их показал. Но Таня нам не показала, что она эти розы приняла. И как-то вот эти розы в вазе, ну и так далее. Нет, этого всего нет. Так что, возможно, это вообще была вставка из другого видео. Случайная какая-то вставка. Все может быть. У Тани в последнее время и хронология хромает. И видеоролики тоже как-то хромают. Ну, а чуть дальше, если забежать, то Боря чуть дальше скажет, что Боря, сам про себя скажет, он тормозит. А мысли его текут. Ну, вот. Боря тормозит. Ролики как-то тоже. Выпуск роликов тормозится. Все тормозится в семье Вровченко. А мысли вот текущие, я и даже представить себе не могу, что это за мысли такие, как они текут. Боря счастлив, говорит, на 150 тысяч им кредит выдали на 9 месяцев. То есть, теперь они будут в этой самой кредитной кабале 9 месяцев. Ну, посмотрим, как они вытянут эти равномерные платежи. И вот он пошел в магазин покупать. Все по списку. Таня ему список напечатала. И он все по списку покупает. Список разделен на две части. Теперь к самому интересному перейдем. Ну, пока мы не знаем о том, что список на две части разделен. Боря ходит, такое дело. Покупает, говорит, два накладных замка надо купить. Надо купить колеса на тачку. Надо купить два штуки веников. Да, два штуки веников. Вы знаете, так же безграмотно говорит другая моя подопечная Оксана. У нее канал называется Новый день. Кому интересно, ссылка под этим обзором. Канал называется Мой обзор на Незазор. Заглядывайте, посмотрите. Возможно, вам понравятся обзоры влога в Новый день тоже. Так вот, эти самые два штуки веников должен Боря купить. А потом вдруг показывает нам список. И говорит, вот вы знаете, я еще взял какие-то валики для краски. И оказалось, что эти валики, они во второй части списка. А то, что во второй части списка, говорит, я не буду сейчас покупать деньги, тратить, это я потом куплю. Думаю, это как? А тебя вообще, Боря, не смущает, что эти веники были во второй части списка? Что эти накладные замки были во второй части списка? Ну, практически все, что ты купил, точнее, положил в тележку, да, выбрал, Это все из второй части списка. Чем тебе не угодили валики? Так и хочется спросить Борю. Ну, в принципе, как я уже говорила, Боря сказала, что он тормозит. А мысли у него текут. Возможно, по этой причине он решил отказаться от валиков. Но еще интереснее было то, что в первой части списка, и это уже было вычеркнуто, а значит, приобрели, там была, внимание, калитка для коридора. Думаю, вот это что-то новенькое. Бровченко решили перегородить свою рукавичку. В коридоре будет калитка? Вход платный? Выход бесплатный? Или наоборот? Пишите, что вы думаете по этому поводу? А у меня слова закончились. Это какое-то вообще, я не знаю, как это назвать. Это не трэш, это не ужас, это дно пробито. В телеграм-чате предполагают, что Таня будет на калитку запирать коридор, с тем, чтобы дети по кухне не шастали. Без ее ведома. Все может быть. Я, вы знаете, вообще уже ничему не удивлюсь. И, конечно, да, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. А у Бровченко все грустно. Все грустнее и грустнее детям жить с такими родителями, как Таня и Боря Бровченко. Бедные дети. И тут смотрю, о чудо, Боря покупает колеса для тачки. Колеса на подшипниках, хорошие, добротные. Я думаю, да ладно, у вас что, тачка была? А почему вы щебень или песок, что вы там таскали, вы таскали ведрами и полдня угробили на это? Нельзя было заранее подумать о этой самой тележке, об этой самой тачке, привести ее в божеский вид и уже как-то вот использовать ее в строительных работах. Неужели нельзя было раньше об этом думать? Просто удивительные люди, да, сказочные. Ну и, наконец-то, Боря приехал на участок, на стройку приехал и говорит, вот, пока ездил по магазинам строительным, сюда вот на участок приехали ребята помогать строить. Думаю, что за ребята приехали? Куда строители вообще делись? И будут ли еще, в принципе, строители на этом участке что-то делать? Или все заботы и хлопоты строительства теперь легли на плечи Бори Старшего? Ну, может быть. Что за ребята приехали? Возможно, из их церкви какие-то там ребята приехали. Не знаю, возможно, друзья Тимофея и Паши. Ведь в прошлый раз, помните, они помогали, да, еще и просили работу потяжелее какую-то. Помните, а Боря ходил и только все это дело снимал? А дети там были на лесах где-то. В общем, наверху какие-то работы выполняли. Сейчас уже не скажу точно, какие именно. Но то, что вот они заносили утеплитель для стен на второй этаж по вот этой вот лестнице, которая, ну, можно сказать, вообще не лестница пока еще. Там наживлены ступеньки, точнее наметки на то, где должны быть ступеньки. Такие вот мини-ступеньки какие-то непонятные. Даже не ступеньки, а выступы какие-то были, уступы. И вот по этим всем выступам-уступам дети поднимались на второй этаж и несли с собой еще наверх этот самый утеплитель. Конечно, да. Я бы, конечно, своего ребенка, зная, тем более Бровченко и просматривая их влоги время от времени, второй раз, в принципе, я в первый раз не пустила бы своего ребенка на эту стройку. Ну, а уже во второй раз, тем более, не пустила бы. Так что я очень надеюсь на то, что эти ребята – это взрослые люди, братья по вере Бори Старшего из церкви. Очень я на это надеюсь, что там не дети будут работать. Ну, а Боря говорит, вот, тут Тимофей вчера, что ли, или когда он оштукатурил трубу. Думаю, трубу оштукатурил. А зачем трубу штукатурить? Очень интересно. Я, например, такое слышу впервые. Напишите в комментариях, может быть, я не права. Возможно, это нормальная практика, обычная. Все люди штукатурят трубы. Но вот незадача. Пошел дождь, и, я так понимаю, все смыл. Поэтому будут они теперь эту трубу сушить, и я так думаю, потом снова штукатурить. Для чего? Не знаю. Пишите в комментариях, если вы знаете, для чего штукатурят трубы. Ну, а на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok